ребята всем привет на связи контролл к и сегодня будет кайт который вы так долго ждали вы так долго просили конкретно получила вот запрос одного моего зрителя на колоду вампиров и подумала почему бы и нет последние дни сезона можно не то чтобы пофанится на можно поиграть на колодах для души скажем так и поэтому сегодня играем на правильных вампирах пробовала данную колоду в прошлом сезоне и отлично отлично у меня шла правда за одним исключением что арандит все-таки понять понерфили а я играла с ранде там но знаете по общим ощущениям кого-то в принципе хуже от этого не стало почему правильные мне данная версия нравится намного больше чем скажем так в последнее время до классическая версия с шабашем да ну то есть как стандартным набором карты типа шабаша типа алого проклятия региса окей все что крутого в колодек да скажем так классической сборки вампов это единственный регис потому что это всегда топовый финишер который играет вас в большинстве случаев на 20 плюс поинтов но и скажем так не реги сам единым достаточно захода зависимая колода достаточно почему нами не очень нравится потому что да здесь есть крутой финишер в нашей сборке сложно сказать да что у нас есть какая-то карта который мы завершаем игру но если смотреть в остальном то я не очень люблю колоды скажем так несбалансированное конкретнее что которые вмещают в себе карты скажем так который не всегда играть на свою провизию иногда как бы даже хуже поэтому переизбыток каких-то вот таких вот карт мне кажется не совсем целесообразным все таки мы стремимся к большей универсальности колоды к легкости до что ли чтобы также новичкам было проще играть поэтому сегодня рассмотрим вот такую вот интересную сборку опять же таки немножко видоизмененную за счет провизии но по-прежнему комфортно по-прежнему классно по-прежнему интересным ну из таких вот самых главных костяков которые здесь есть это золотой накер и циринова две карты которые в принципе дополняют друг друга по условиям потому что по их условиям они играют только в том случае когда вашей стартовой колоде нет карте стоимостью найма 10 или выше поэтому в данной колоде мы будем отталкиваться от этих двух карт что нам здесь помогает это все усилить это такая карта как оператор которую мы играем на наших флейдеров чтобы потом по максимуму реализовать книгу некроманта наша с вами задача это скопировать флейдеров в первом раунде с оператора и мегаскопов ну а собственно последующих раундов резнуть этих самых флейдеров с книги некроманта ты скажем так наши колоды завязаны здесь на в основном на самых сумасшедших скажем так движках монстров флейдеров там которые усиливаются на столько единиц ходов кровотечения было добавлено что нам здесь помогает синергировать собственно с кровотечениями непосредственно наша обилка также такая карта как ариана такая карта как панцирный глава глаз не курат и альпы и собственно сплы которые нам нужны здесь под золотого накера которые нужны под триггер всех наших флейдеров это вечная жажда и кровавый пир почему здесь все-таки могут встречаться в ладере скажем так колоды защитниками поэтому кровавый пир мы здесь носим в качестве универсальной очистки всего лишь за четыре провизии ну и плюс дополнительного кровотечения никогда не бывает лишним но также отлично играет в псевдо мир орах против такого же золотого накера с цириновой вы всегда очищаете оппоненту кири овер непосредственно немножечко больше про книгу некроманта здесь у нас также под нее набор бронз виде альпов и некуратов которых мы рассмотрели раньше было бы возможно возможно в некоторых ситуациях еще целесообразно добавить например горка и навсегда но но почему-то остановилась на этой сборке почему-то мне показалось что спал и здесь как-то поважнее выглядят потому что и на кипа просто попросту может оставаться пустым что не есть хорошо что по монеткам эта колода любит синюю монетку так как у нас есть проклятый свиток наташки который позволяет нам сто процентов найти оператора в руку например либо недостающего флэдера потому что мы всегда разыгрываем эту комбинацию но а страхует нас здесь на красной монете королевский указ которая точно также позволяет нам достать оператора из колода кольцо важная карта здесь почему потому что если заход не позволяет разогнаться по темпу эта карта как подстраховка дотянуть все-таки до конца раунда так как сейчас кольцо очень редко встречается на оппонентах но тем не менее нам она может помочь все-таки забрать раунд так как мы заинтересованы в том чтобы забирать раунд и пушить оппонента во втором для прокрутки и для того же темпа собственно классический набор плотва и панталон ну из оставшихся карт она здесь есть тоже неплохое движок виде катакана оппонентам очень жалко отдавать у него контроль либо этого контроля просто не достает но и катакан длинном раунде может сыграть на на очень-очень много статов потенциально также у нас здесь есть контрольная карта принджаба очень нравится мне эта карта считаю универсальной в любой сборке монстров неважно сборки жора в сборке мороза в сборке вампиров просто классная универсальная карта на контроль также 5 таки у нас здесь очень мало контроля скажем так мгновенного до контроля поэтому не лишним не лишним здесь будет такая карта как три края в виде блока не знаю опять же таки возможная карта под замену но мне комфортно играть в такой сборке поэтому я вам предлагаю именно ее ну и здесь также присутствует гель за счет того что у нас очень много сплав с кровотечением за счет нашей обилки в принципе в принципе гель всегда играет здесь очень очень круто единственное сценарий при котором он может не зайти это короткий третий раунд когда у вас просто нет сетапа и нет времени подготовить розыгрыш этой карты но тем не менее все равно хороший слот собственно вот такая вот колода давайте теперь смотреть геймплей давай уже заканчивать блин теневая не знаю сейчас посмотрим отлично есть каркас есть мегаскоп и есть бронзо есть цири есть рука мне кажется вполне играбельная для первого раунда давайте попробуем я не знаю у меня в принципе 2 500 на монстрах уже есть поэтому сейчас страшно страшно играть на вампах потому что могут давать каких-то очень странных противников в принципе теневая это классика как бы очень интересный оппонент конечно так ну у нас логика простая она начинаем с оператора ну и собственно не будем жадничать будем гасить движок ему анти может попробовать другой активный анти кровоточивый так на нас все просто мы стакаем еще одного флэдера собственно под нашу книгу нам нужно как минимум два флэдеров сбрось очевидно еще такой важный момент нельзя давать ему здесь возможности посынуть будет какое-то преступление принципе думаю что можно можно да еще верно один мегаскоп отдать пока в темп чему нет а нет пасует отлично просто для нас прекрасно с будем пытаться его гасить всячески еще накера находим окей у нас остались там спал и мне вот интересно осталась вечная жажда как раз книга но слишком много голды что это в колоде может быть скинуть пир вот ариана уже поинтереснее смотрится вот ариана уже да я думаю что на кера мы скорее всего оставим на третий раунд скорее всего нам нужно хотя бы попытаться хоть какую-то бронзу разыграть по факту нам в идеале нужно здесь сыграть не курата сыграть альпа хотя не знаю посмотрим посмотрим все посмотрим что мы сейчас будем делать а а сейчас быть синдикатовский на уюне тогда надо было учиться открывать порталы но не не хотелось мне флейдеров и давать но цири здесь нельзя отдавать пока он не отдаст филиппу нужно его сейчас как-то разводить на карты я думаю что можно пока что просто вечную жажду дать кирус да возможно я даже хочу на кера сыграть если честно отлично отлично даже получить здесь лог язык может Давайте три флэдерочка ему покажем Я думаю, что можно Альпа сейчас, а потом уже Ариану сыграть Соответственно, Цири у нас здесь будет псевдофинишером Абсолютно псевдофинишер До третью билку я не хочу отдавать Пускай будет, как подстраховка, что ли Хотя, как вариант, можно было отдать все-таки тик, чтобы на максималках отыграть от Филиппа Ну, я думаю, что здесь поиграно, в принципе, для оппонента Даже несмотря на Морельзе Очень сильно Вот сейчас под вопросом, хочу я отдавать Цири Да, наверное, все-таки хочу Потому что так разрыв получается практически в 30 статов Пассивка в виде Арианы работает Пассивка в виде кровотечения работает То есть это еще Определенное количество статиков Вот я не понимаю, выходит он или нет Что-то мне кажется Со всеми монетами Разве что только Выходит со всеми монетами Но окей С потенциально сильных карт У него там остался Яков Пожалуй, Яков А у нас есть катакан Катакан неплохо Это, конечно же, медленно очень Ой, и жабка Ой-ой-ой Да у нас отлично все Гель, конечно, не сыграет на свои статы Но Я думаю, что это прям сразу жаба Потому что, ну Можно Просто остаться Потом без профитной жабы Если он как-нибудь забавит четверку Окей Это терпимо, в принципе Ну Яков Яков Я рассматриваю Якова Либо Филиппу Но это, скорее всего Нет, не Якова Окей Ну и я думаю, что геля Показывать необязательно В принципе Легко В принципе Мне казалось Будет посложнее У-у-у Ножи Ну, нажи Мне кажется Это смерть Смерть Потому что С монеткой Немножко не свезло У нас тут По правде говоря По правде говоря Немножечко Нам не свезло С монеткой По факту Я не знаю Просто При условии Что это Опять же Таки ножи С кольцом Вряд ли У нас здесь Вообще Есть какие-то шансы По-честному Но Посмотрим По правде говоря Вряд ли Какие-то шансы Есть Но Просто вот Блин Сейчас все Ему на руку Играют Потому что У него Сброс Да Опять же таки У него сброс У него вот эта вот Фигня Сетапная Вся Он себя Максимально Комфортно Чувствует Сейчас Поэтому Да Это немножко Неприятно Опять же таки Ну не знаю Не знаю Мы будем держаться Мы будем держаться А как оно там дальше будет Я не знаю Ну лок наверное все таки Хочу на коралла ставить Правда А сейчас Получить какой-то максимальный профит От никурасика И от геля Выходит Енот Это очень интересно В принципе Скорее всего Коралл там нет в руке Ну не скорее всего А точно Я бы сказала Поэтому наверное все таки Можно отдать лок Мечника Пока это еще в темп Все таки потенциально Это плюс 400 Там Ну вот мегаскопы Да Меча Это прям очень неприятно Так Ну смотрите Давайте наверное Жапку Дадим На крайний случай Что можно потянуть Сыри Скору каза Как вариант Да Это все таки Это все таки Неприятный молодой человек С кольцом Как я уже сказала Отдавать свое кольцо Как-то не очень хочется Хоть и в темп Конечно Мне кажется Что он продолжит Просто играть Как-то его прокачать Хочется Цыри просто Не хватает Сейчас Да То есть Нужно отдавать тик Я не знаю Насколько я хочу Давать тик Наверное Не очень хочу Поэтому давайте Свое кольцо Дадим И посмотрим Если он отдал Прямо сейчас Кольцо Значит там Не Ага Прямо Настолько Да Прямо Настолько Все У нас Тоже Есть Ну Одно Радует Что он Без Орандита Как бы Да Это То Что Говорила Сейчас Будут Клоунские Какие-то Ой Найкера Дает Сириус Ли Он не боится Перекрутиться Вообще Как бы Ну понятно Что после этого Пас будет Скорее всего Но я Я не хочу Своего Найкера Давать Ну блин Ну Юнода Он отдал Окей Что там Хломарь 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 Да Контрит Нам Флэдера Ну Лучше Мы От Пуши Отдадим Найкера Чем Сейчас В пустую Книгу Да Если вдруг Там Книга Некроманда Зайдет Не очень Хочется Вот два Флэдера Прям Круто Так Вот Книга Некроманда Сто процент Она у нас Из руки Хорошо Это Не знаю Наверное Не очень Хорошо Если честно Сейчас Пойдет Пуш Лучше Наверное Достать С Найкера А если Не достанем С Найкера То То есть Есть Такой Персонаж У нас Здесь У нас Такой Персонаж Так Альпа Мы Не Граем То есть Альпа Мы Здесь Можем Сыграть Хорошо Давайте Нарай Сразу С Движков Поставим Мегаскоп Наверное Скорее Всего Да Сейчас Бирна Пустая Должна Идти По идее Или Нет Они Не Пустая Там Пацаны Остались Пацаны Остались Да Ну Я Все Таким Думаю Что Но Это Пока Что Альп Пока Что Альп Мы Не Спешим Никуда Арандита Там Нет Человечество Это Вирус Напасть Мы Правда Никуда Не Спешим Как Накера Подстраховался Он Подстраховался Оппонент Как бы Намекает Дядя Там Или Тетя Да Кидай Накера Уже Кидай Уже Накера Что Ты Вот Это Устраиваешь Что Ты Тут Нам Устраиваешь Оно Мы В принципе Догоняем Мы В принципе В плюс Карте У У нас Еще Тут Панцирный Главоглазик Что Там Осталось Последняя Карта Какая А Всего Лишь Русалка Ну Не Страшно Как Раз Кинем Главоглазик В принципе Пойдет В принципе Пойдет Окей Из страшного Что Там Исталось Юнот Юнот Коралл Это Из страшного Ну Номинально Скажем так Номинально Страшного Еще Хочется Книгу Найти Все Таки Все Таки Говорю Книгу Хочется Найти Либо Катекана Да Спасибо Отлично И здесь В принципе Никуда Не спешим У нас Миллион Флэддеров Сброси У нас Есть Альп Сброси Есть Все Чем Это Качать Что Тоже Немаловажно Скажем Так Все Немаловажно Ну Паш Пошла Жара Пошла Жара В принципе Все Отлично Блин Да Даже Ножи Оказались Слушайте Для нас Прогулочными Конечно Это Не Контроль Ну Как Это Сложно Называть Ножи Контрольными Ну Ладно Но Скажем Так Эта Версия Все Так Без Рандита Без Гаратки Да Тоже Другой Разговор Ну Ариана Тут Просто Идет В сброс БМ Слушайте Ну Это Скилл На Оппоненте Так Рылять Это Я вам Скажу Скилл Нашел Накер Все Так Ладно Вы Жалуетесь Что Я Это Не БМ Поэтому Ладно Сделаем Вид Что Мы БМ Так Абсолютно Прогулочные Катки У нас Получились Еще На Стример Ши Попали Представляете Передаем Мисс Леди Джей Привет С нашего Гайда Из Ютуба Еще И Пик Пробили Ну Замечательно Просто Ребят Колода На Заметку Так Сказать Не Пишите Потом В Комментариях Как Вы Любите Написать Какая Слабая Колода Ну Для Слабых Игроков Да Согласна Любая Колода Слабая Ребята Спасибо Большое За Просмотр Если Вам Понравилась Данная Дека Обязательно Поставьте Лайк Этому Видео Ведь Именно Ваш Лайк Помогает Продвигать Гайд Помогает Сделать Это Видео Более Популярным И полезным Для Всех Остальных Игроков Поэтому Обязательно Не Скупитесь Для Вас Это Пару Секунд Для Меня Это Огромная Благодарность И Помощь Развитие Канала Ну А Как Всегда Ссылочку На Колоду Все Нужные Ссылочки Вы Найдете В Описании Под Видео Жду Ваши Комментарии На Какую Фракцию Вы Хотите Следующий Гайд И Слушайте Как Вам Такая Идея Раз Мы Выпускаем Правильных Вампиров Может Быть Стоите Вы Выпустить И Шорт Про Вампиров Не Знаю Делитесь Мнением Пишите Хотите Левые Шорт По Данному Архетипу Скажем Так И Встретимся С Вами В Следующем Видео Пока Пока Я Тебе Благодарна Очень